Первый закон Кеплера – тема, очень востребованная в 24-м задании ЕГЭ. О чем же говорит первый закон Кеплера? Первый закон Кеплера говорит о том, что все планеты Солнечной системы двигаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам. Я запишу его в таком виде – все планеты Солнечной системы движутся по эллипсу, в фокусе которого находится Солнце. Запиши, пожалуйста. Два момента исторически. Кеплер открыл свой закон до того, как Ньютон создал свою классическую механику. И то, что нам с тобой очевидно, то, что очевидно людям, которые способны решать дифференциальные уравнения, получать уравнение траектории, Кеплер добыл талантом, интуицией, гениальностью. Это первое. Второе. То, что речь идет о Солнечной системе, но это вообще, говоря, частный случай. Что угодно, вокруг чего угодно, может двигаться по эллиптическим траекториям. И когда мы будем с тобой говорить о теме галактика, мы скажем то же самое, что траектория. Например, звезд сферической системы относительно Солнца – это тоже эллипс, причем очень-очень вытянутый. Что мы с тобой должны знать обязательно про эллипс? Ну, казалось бы, формулировка закона простая – эллипс и эллипс. Мы про эллипс должны достаточно много чего знать. Что же это за фигура? Как рисовать эллипс? Как получить эллипс? Мы берем, вбиваем два гвоздика. Раз, два. Натягиваем, но не натягиваем, а привязываем сюда ниточку. Она не натянута должна быть. И проводим вот такую вот фигуру, зацепив ниточку карандашиком. Вот так вот эту ниточку обводим, и фигура получится именно вот это – эллипс. Эллипс. Это фокусы эллипса. В чем красота этой фигуры? В том, что если мы сюда поместим источник света, то отраженные лучи соберутся в другом фокусе. Вот почему говорят овальный кабинет. В одном фокусе сидит хозяин овального кабинета, а в другом фокусе сидит посетитель. И несмотря на то, что между ними огромное расстояние, они замечательно друг друга слышат, потому что звук отражается от стенок и приходит прямо-таки в ухо хозяину овального кабинета. Вот такое удивительное свойство. Геометрическое. Что мы с тобой должны знать про эллипсы? Давай я рядышком нарисую еще один, уже без лучей. В одном из фокусов находится, ну, солнце. Или другая звезда. Не обязательно речь идет о солнечной системе. Еще раз. У эллипса существует такое понятие, как большая и малая полуось. Давай, во-первых, нарисуем оси симметрии. Фокус, естественно, на оси симметрии. Вот есть два отрезка. Это B, это A. B, это малая полуось. Запиши, это пригодится. Малая полуось. A, это большая полуось. Это первое. Эллипс характеризуется, несомненно, большой и малой полуосью. Чем еще? А еще эксцентриситетом. Страшное слово. Запиши его вслед за мной. Экс, центр и сетет. Так вот, эксцентриситет обозначается буквой E. И давай посмотрим, что же это за величина. Только кажется, что она страшна. На самом деле она не страшна. Если B равно A, то эллипс – это окружность. B равно A, значит, эксцентриситет 0, а траектория – окружность. Если B гораздо меньше, чем A, то эллипс вытягивается. А эксцентриситет к чему стремится? Это маленькое, это большое. Это стремится к нулю, а эксцентриситет стремится к единице. Это вытянутая орбита. Например, кометы. Чем кометы характеризуются? Очень вытянутыми орбитами или очень большими эксцентриситетами. Зачем нам с тобой эксцентриситет? В ЕГЭ часто задают вопрос. А есть ли опасность, что комета такая-то столкнется с Землей? Как отвечать на этот вопрос? Ну, давай я здесь прямо нарисую. Есть опасность? Нет опасности. Орбита может быть, ну, какой-то там круговой. Вот у меня не пересеклись. Не столкнуться. А если вот так, то, как видишь, очень даже столкнуться. Чтобы определить, столкнуться или не столкнуться, ты должен уметь определять афилий и перигелий. Давай с тобой запишем, что это за понятия такие. И снова эллипс. Снова в фокусе Солнца. И только вот эту горизонтальную линию я проведу. Вот это расстояние называется афилий. Р-А-Ф. Афилий. Запоминай. А-А-П-О-Г-Е-Й. Как можно дальше. Да? Максимальное удаление от Солнца. А вот это минимальное расстояние, это перигелий. Перигелий. Р-Перигелия. Это минимальное расстояние от Солнца. И чтобы ответить на вопрос, столкнуться или не столкнуться, ты берешь и сравниваешь перигелий кометы и радиус орбиты Земли. И она почти круговая. Если понимаешь, что комета приближается к Солнцу ближе, чем орбита Земли, ну, значит, есть опасность. Если она не приближается на расстояние одной астрономической единицы, на расстояние между Землей и Солнцем, ну, значит, опасности нет. Какая опасность для нас с тобой, если мы идем на ЕГЭ и не умеем считать Афилией и Перигелий? Учимся. Естественно, все без вывода. Перигелия сейчас выйдет на арену, на сцену эксцентриситет. Итак, Р-Офелия, это надо учить, это эксцентриситет плюс 1 на большую полуось. Может быть, уже догадался, но в Перигелии это будет единица минус эксцентриситет и тоже на большую полуось. Формулы эти обязательны для запоминания. Итак, что же я хотел тебе сказать в этом видео, что ты должен знать, посмотрев это видео. Эллиптические орбиты, раз. Солнце в фокусе, два. Малая и большая полуось, три. Соотношение между ними, вытянутость орбиты определяется эксцентриситетом, четыре. И мы с тобой теперь умеем находить наибольшее расстояние между планетой и Солнцем и наименьшее Афилии и Перигелий вот по этим формулам, которые включают в себя эксцентриситет. Мы с тобой идем дальше. Дальше будет второй и третий закон Кеплера. Мы продолжаем готовиться к заданию номер 24 по астрономии.